Всем привет! Прямое включение в церемонии награждения премии Кандинского. Премия Кандинского считается одной из самых важных и престижных национальных наград в области современного искусства наряду с британской премией Тернера и французской премией Марселя Дюшана. Основал эти годы национальную премию крупный коллекционер современного искусства и президент культурного фонда Бреус Фондейшн Шалва Бреус в 2007 году. Согласно мировой практике премия была названа в честь выдающегося художника. В этом году церемония вручения премии впервые состоялась в музейном пространстве, а именно в Московском музее современного искусства на Петровке. Добрый вечер, коллеги! От имени Международного культурного фонда Бреус Фондейшн и премии Кандинского мы рады вас приветствовать на церемонию награждения. 2019 год был ярким и насыщенным в истории премии. Мы перешли в двухлетний формат, вернули полноценную выставку номинантов, получили рекордное количество заявок, сильный лонг-лист, проекты, которые вы можете увидеть буквально за стеной. Открыли новую концепцию конкурса. С текущего года выставки номинантов будут проводиться в стенах и при сотрудничестве с ведущими музеями и художественными институциями страны. Сотрудничество с Московским музеем современного искусства стало для нас первым и очень позитивным опытом в этом направлении. Мы благодарим молодой, талантливый, профессиональный коллектив МОМА во главе с директором Василием Царетелем. В жюри номинации научная работа 2019 года представлены. Екатерина Андреева, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Государственного русского музея Санкт-Петербург. Екатерина Кобринская, доктор искусствоведения, заведующая сектором русского искусства нового и новейшего времени Государственного института искусствознания. Ирина Прохорова, литературовед, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и одноименного журнала, соучредитель благотворительного фонда Михаила Прохорова. Кирилл Светляков, искусствовед, куратор, критик, главный специалист по современному искусству отдела руководства Государственной Третьяковской галереи. Номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» в 2019 году представлены Евгений Барабанов, метагеометрия художника Штейнберга. Маргарита Тупицына. Московское экспериментальное искусство 1922-1992 год. Андрей Хлобыстин. Шиза-революция. Почерки петербургской культуры второй половины 20-го века. Премию в номинации «Научная работа. История и теория современного искусства» вручает член жюри Ирина Прохорова. Дорогие друзья и коллеги, в жюри, конечно, была страшно тяжелая задача, потому что все три лауреата, то есть президента на лауреата, вышедшие в финал, ну, замечательные работы. И, в общем, это был действительно конфликт хорошего с отличным. После долгой жаркой дискуссии, которая продолжалась почти два часа, в общем, мы пришли к определенному выводу, к согласию и готовы с трепетом объявить наше решение. Ответственное решение. А, так, лауреатом становится победителем, да, становится Андрей Хлобыстин, Шиза-революция. Любезные друзья, я вижу, что все-таки красота побеждает. Ну, вы все, конечно, хорошо знаете, кто такой Тимур Новиков, Владислав Мамыш Монро, Георгий Гурьянов. Прочую, не за банальность, конечно же, это их премия. Прежде всего, за вас, друзья. Спасибо вам огромное. Молодой художник, проект года. Но сначала я представлю международное жюри, которое у нас работает на две номинации. Молодой художник и проект года. В международном жюри представлены Леонид Бажанов. Куратор, критик, основатель государственного центра селодерного искусства. Джоанна Микери, старший международный директор, эксперт по русскому искусству аукционного дома «Сорбис», Лондон, Великобритания. Гунар Бенедикт Твара, искусствовед, куратор, директор Музея современного искусства «Аструхферлия», Отсла, Норвегия. Марина Лошакова, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Ольга Свиплова, доктор философии, основатель и директор мультимедиа музея «Музея Московский дом фотографий». Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства. Итак, номинации «Молодой художник. Проект года 2019 года» представлены Егор Крафт, Абшка, Альбина Махрикова, проект под названием «Скайлент». Тимофей Радя, «Все это не сон». Премию в номинации «Молодой художник. Проект года» вручает член жюри Василий Церетели. Добрый вечер. Также было бурное обсуждение жюри и все пришли к консенсусу. Добрый вечер. Альбина Махрикова. Добрый вечер. Альбина Махрикова. Альбина Махрикова. Вау, да дико неожиданно. У меня мурашки по коже. Спасибо большое. Потому что мой пример это то, что магия существует, потому что я уверена, что многие из вас меня не знают, но мой проект, мой прорыв, возможно, он показывает о том, что искусство это магия. И я хочу сказать в первую очередь спасибо моему мастеру Кириллу Преображенскому, и здесь вы должны громко похлопаться. Потому что сегодня четверо из шестерых лиминантов, ученики Кириллу, и спасибо большое, потому что Кирилл, почему не только, скорее всего, он даже нас не учил про крарьер, про связи, про моду, тренды. Кирилл говорил важные и ценностные вещи о том, что главное это люди, и главное, что искусство происходит от излишества, от магии. И это сработало, спасибо большое. И в том числе спасибо большое моей команде, потому что это тоже пример магии, потому что в моем проекте никто не получал деньги. Мы все работали энтузиазмом, спасибо ребятам, что мне поверили. В моем фильме действительно много людей, кто в меня поверил, и это здорово. И еще раз спасибо премии, потому что магия, я считаю, в нашем сложном, карьерном, корпоративном мире должна существовать. И это пример того, что можно быть из маленького потенциального города Братска, приехать, верить в искусство, снимать, познакомиться с сложными людьми и оказаться на этой сцене. И эта штука действительно нам приятна. Спасибо. Я еще хочу пригласить на сцену Ольги Рубовни-Свитлова на пару слов. Член жюри этого года, как и многих других. Хочу поздравить Алину, особенно приятная. Это Альбина. Альбину, потому что это одна из птиц, которая вылетела из школы Рудченко, и среди номинантов их много. Победа заслуженная, очень здорово. Но выбор жюри дался нам нелегко. И есть небольшая ремарка. Так как премия Кандинского, она не только для публики, который узнает современное искусство, иногда пропуская какие-то выставки, она еще и профессиональная. Это важно для нас коллег. И мы страдали, что кто-то из них прям заслуживает большого музейного проекта. Это выбор для музейщиков, для фондов, для частных музеев. И вот фонд Шауа Бриус и лично Шауа Петрович, и я лично, Ольга Львовна и музей МАМ решили, что мы сделаем большой проект, если ради нас согласиться на это предложение, мы обещаем большой новый проект, где будет представлена не просто одна из его замечательных работ, но это художник с мощным импульсом, мы сделаем больше с ним. Вот, хотелось бы такую ремарку сказать. Это не часть премии, это просто личная инициатива. Каждый из вас может тоже подумать, кто из художников интересен, прежде всего, как выбор будущего. Вот один из выборов будущего еще раз. Поздравления. И до главной номинации. Номинация проект года. В номинации представлены Евгений Антуфьев. Когда искусство становится частью ландшафта. Часть первая, вторая и третья. Дмитрий Венков. Гимнер, Московия. Полина Канис. Процедура. Премия. В номинации проект года вручает член жюри Гуннер Бенедикт Хварн. Прошу прощения за то, что я не говорю на вашем прекрасном языке. Но у меня здесь замечательное переводчество, то есть фея, которая мне поможет. Я бывал в Москве несколько раз, и я, в общем-то, знаком с художественной ареной и социальной город Москвы. Но это впервые, что я увидела в Москве солнце. Это дало мне понимание о важности премии Кандинского. Кандинского. Это было большое праздничное, чтобы участвовать в работе жюри. Для меня было огромным удовольствием участие в работе жюри, и у нас тоже, конечно же, были напряженные дискуссии, обсуждения. И я искренне могу сказать, на самом деле, что для меня это тоже очень новый и полезный опыт, новые знания. И то созвездие художников, которое вы видите на этой выставке, это, на самом деле, по праву созвездия, любой из звезд которого может быть представлен в любом музее мира на полных основаниях. Это то, что касается саспенса, для начала. Потому что, теперь наступил момент, объявить победителя. И не растерялся. Спасибо всем большое, потому что премию Кандинского я получал 10 лет назад как молодой художник в 2009 году. Это ровно 10 лет назад. И я рад, что мне ее тогда дали, и что мне дают сейчас, потому что подтверждается, что эти 10 лет были не зря. Я, правда, рос за эти годы. Я хочу сказать Шалуе Петровичу большое спасибо за то, что он не закрыл премию Кандинского, как многие закрывают свои частные проекты, а продолжают его, потому что многим он очень помог. На самом деле, моя речь будет очень скучной, потому что проекты были очень большие, и мне нужно сказать очень много спасибо. Я хочу сказать большое спасибо Марине Дачи, куратору моего проекта в Италии, Светлане Маричи, куратору моего проекта в Москве, Анде Сайцевой, куратору проекта в Москве. Спасибо всем, кто помогал. Галерея Артвин, Музею Мысы, Музею Мам, и вообще всем хочу сказать большое спасибо. Так как я работаю со многими археологическими формами, и сейчас огромное количество делаю проектов в археологических музеях, использованы вещи археологические, я хочу сказать, что все очень приходящее, и вообще ничего вечного, поэтому нужно думать о том, что происходит сейчас. Церемония награждения 2019 года подошла к концу. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников премии 2019 года за проделанную работу, дмитрий и посетителей выставки за интерес и поддержку современного искусства, и хочу пригласить всех победителей и членов жюри на сцену для финального фотографирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова